Задержанные назвали заказчиков теракта. Владимир Путин сегодня провел экстренное совещание по поводу ситуации в Крокус-Сити и вот что сказал Александр Пострыгин. Следствие установило полную хронологию событий вокруг Крокус-Сити-Холл. Террористы прибыли в Крокус-Сити-Холл в 19 часов 58 минут, а покинули здание в 20.11. То есть получается были они в здании ровно 13 минут. При себе у них обнаружили два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина, которыми они поджигали стены и соответственно кресла в зале. И вот многие спрашивали, вроде бы 11 человек задержали, а почему нам показали всего четверых? Четверо это непосредственно кто исполнял заказ, а у них были еще помощники и вот сегодня над помощниками тоже был суд. Трое арестованных сегодня соучастников террористов, они предоставляли им квартиру и машину, а также перевозили деньги. Их сегодня также осудили и отправили в СИЗО на два месяца. Все, что я вам сейчас рассказываю, можете у меня посмотреть от первого лица, от самого Бастрыкина, как он говорит это, в моем телеграм-канале Кузьминов. Переходите по ссылочке в шапке канала или ищите в поиске телеграма Кузьминов. Он также говорит, что по делу о теракте проведено более 200 досмотров и выемок. Изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Они проехались по всем квартирам, на которых были и жили участники этого адского действия. Сняли отпечатки пальцев, нашли какие-то кусочки лоскутки одежды. И все это сейчас будет рассматриваться экспертизой. Теракт в Куркусе был тщательно спланирован. И оказывается, 8 марта там выступал Лепс, 10 и 11 марта там выступал Шаман. И один из участников, который как раз-таки получал денежки, он приходил туда, даже делал фотографию. И вот он какой-то местный фотограф фотографировал. И вот он таким образом ходил, смотрел, высматривал, изучал все. И по сути, изначально у них был план прийти именно на концерт Лепса или Шамана. Потому что там было, конечно, больше людей, и был бы больше такой ажиотаж от всего этого действия. Но в эти дни охрана была более серьезная. И эти нелюди просто не решились на подобное злодеяние. И вот параллельно Александру Пострыкину, это у них было такое совещание, выступал, конечно же, и Владимир Путин. Он поблагодарил всех, кто ловил преступников, расчищал завалы, лечил людей. А также, конечно же, выразил огромную сплоченность и солидарность нашему обществу. И параллельно он привел некоторые тезисы, опять же, это не мои слова, это просто цитата президента. Полное видео вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале. Нужно ответить на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти на Украину и кто их там ждал. Теракт в Крокусе вполне логично вписывается в акции устрашения, которые проводит Киев. На Украине создается новый Гитлер-югенд. Друзья, я не знаю, что это такое, но вот так сказал Владимир Путин. США по разным каналам пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте в Крокусе якобы нет, что это запрещенный ИГИЛ. Но мы будем во всем разбираться. И в конце он добавил, что несмотря на желание покарать виновников теракта, следствие должно идти объективно и без ангажированности. Так что, друзья, конечно, будем следить за развитием событий. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Кузьминов. И обязательно смотрите эти оба видео целиком. Владимира Путина и Александра Бастрекина.